Играл Певцов бесподобно. Всякий раз выходя на сцену, он проживал жизнь своих героев от начала до конца. Он не представлял зрительному залу персонаж. Он становился этим персонажем. В пьесе Вера Мирцева героиня застрелила изменившего ей возлюбленного, а подозрение в убийстве пало на друга убитого, которого играл Певцов. На всю жизнь запомнилось Раневское лицо Певцова, залитое слезами, его дрожащий, срывающийся голос. Голос, каким он умолял снять с него подозрение в убийстве, потому что убитый был ему добрым и единственным другом. Даже по прошествии многих лет, говоря об этом одаренном актере, Фаина Георгиевна испытывала сильное волнение, обусловленное тем, что Певцов не играл на сцене. Он вообще не умел играть. Он жил. Он был своим героем. Он сам терзался муками утраты дорогого ему человека. Гейны сказал, что актер умирает дважды. Но Раневская не была согласна с этим утверждением. Ведь с той поры прошли десятилетия, а Илларион Николаевич Певцов словно живой все стоял у нее перед глазами, продолжая жить там, где время было над ним невластно, в сердце его ученицы. Раневской посчастливилось видеть Иллариона Николаевича и в пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины». Эта роль Певцова также запомнилась ей на всю жизнь. Паина Георгиевна вспоминала, что когда она узнала о своем участии в этом его спектакле, она, сильно волнуясь и крайне рабея, подошла к Иллариону Николаевичу и попросила дать ей совет, касающийся того, что ей следует делать на сцене, если у нее нет ни одного слова в роли. «А ты крепко люби меня, и все, что со мной происходит, должно тебя волновать», не раздумывая, ответил Певцов. Раневская послушалась. Она любила его так крепко, как он попросил. И когда спектакль окончился, она продолжала громко плакать, мучаясь судьбой его героя, и никакие утешения подруг не могли ее утешить. Тогда кто-то из подруг побежал к Певцову за советом. Добрый Иларион Николаевич пришел в гримерную к Раневской и спросил ее, «Что с тобой, Фаина?» «Я так вас любила, Иларион Николаевич, так крепко любила вас весь вечер», — схлипнула Раневская. «Милые барышни», — сказал Певцов, обращаясь к девушкам из той же гримерной, собравшимся вокруг Фаины, «вспомните меня потом, она будет настоящей актрисой». Певцов не ошибся. Фанни Фельдман стала настоящей актрисой, Фаиной Раневской. История сохранила отзыв одного из столичных критиков о юной актрисе Фельдман, который описывает хрупкую, элегантную барышню. Образ, плохо сочетающийся со зрелой и пожилой актрисой Фаиной Георгиевной, привычной зрителю лишь по поздним ролям в кинокартинах, дошедших до наших дней. Очаровательная жгучая брюнетка, одета роскошно и ярко. Тонкая фигурка утопает в кринолине и волнах декольтированного платья. Она напоминает маленькую сверкающую калибри. Немногочисленные фотографии двадцатых годов прошлого столетия подтверждают, Фае действительно была очаровательна. В первом контракте актрисы неслучайно указана в ее амплуа. Героиня — кокет.